Как и всегда в это время, в этот день у нас в гостях Павел Хаснулин, научный популяризатор, основатель проекта Science, кандидат медицинских наук. Доброе утро, Павел. Добрый день. Ну что, мы займемся сегодня в первую очередь профилактикой, точнее не профилактикой, а борьбой с онкологическими заболеваниями. В том числе делается это с помощью фотодинамической терапии. Что это за такая штука, я вот сейчас зачитаю из статьи цитату. Давай. Лечение работает за счет воздействия световой волны, но из-за своей небольшой длины она не может повлиять на глубоко расположенные опухоли. Мы часто с этим сталкиваемся и часто слышим истории, что вроде как сначала все, а потом раз и они снова появляются. Видимо потому что где-то там глубоко они еще остаются. Ну это так, мои догадки, ладно. Продолжаем. И вот сибирские ученые придумали способ увеличить проникновение этой световой волны как следствие эффективности этого метода. С помощью чего они это сделали, как именно им удалось увеличить... Как это работает. Да, и как это работает, Павел нам сейчас расскажет. Значит, разработка не клинической лимфологии сибирского отделения и совместно с Институтом неорганической химии Николаева. Суть методики заключается в том, что вводятся некие химические агенты, которые нацеленно попадают в опухоль, в опухолевую ткань и потом при применении рентгеновского излучения активируются внутри опухоли и образуются свободные радикалы, активные формы кислорода, которые начинают уничтожать клетки вокруг. Можно сказать, что кислород убивает... Ну, это нужно знать, да. Кислород – это яд, вообще-то, если что. Вот. И вот свободный кислород, он как раз и используется в данном случае для того, чтобы уничтожать клетки. И весь... Вся цель этой фотодинамической терапии, чтобы именно проводить обработку опухолевой ткани максимально глубоко на... То есть, воздействуя различными, он так говорит, рентгеновским излучением целенаправленно именно на конкретные ткани, мы можем там вызывать процесс гибели клеток и, соответственно, таким образом избавляться от опухоли. Это уже работает? Да, это работает. Или это на стадии разработки? Нет. Это работает на мышках? Это работает, да. Сейчас в данном случае только на лабораторных животных. А в принципе, это возможно использовать уже на человеке. Но это должно, естественно, произойти... Должна производиться длительная клиническая экспериментальная проверка этого метра. А есть ли какие-то побочные эффекты, выяснили? Нет, ну побочные эффекты выяснятся в процессе. То есть, а побочные... Они же начали тестировать на мышках, у них нет ничего, ничего не вылезло. Нет, а вылезти ничего не может. Здесь просто вопрос в том заключается, насколько подвергаются воздействия окружающей ткани, и в данном случае они как раз... Как раз метод иноправлен на то, чтобы окружающие ткани не подвергались. Не странали, да. Ну а в итоге, как будет выглядеть терапия, если это все внедрится, подтвердится? Ну, это обычно, собственно, ничем не отличается от современной... Я имею в виду, нет, не химия, это фото-динамическая. То есть, вводится химическое вещество, и потом воздействуется лучевой терапией. Вещество плюс лучи. Да. Вот так. Окей, будем надеяться на эффективность этого метода. Еще очень интересное событие мы не отметили с тобой, Александр, в календаре нашему в рубрике «День дня», а тем не менее оно имеет место быть 25 мая 240 года до нашей эры. Достоверно идентифицируемое наблюдение произошло кометы Галлея. Происшло 2258 лет с того момента. И про это чудо тоже Павел хочет нам рассказать. Ну да, значит, наблюдение... Это первое достоверное наблюдение, идентифицируемое, первое достоверное идентифицируемое наблюдение кометы Галлея. Произошло оно, скорее всего, в восточном полушарии, то бишь, в краях южнее нас, в китайскими наблюдателями, наблюдателями корейскими и японскими, возможно. Значит, что хочется сказать про комету Галлея. Описал ее подробно Эдмунд Галлей, в честь которого она была названа. Изначально она называлась комета Ньютон. Ньютон. Галлей был другом и последователем Ньютона. Ньютон впервые описал динамику вращения тел по эллиптической орбите вокруг Солнца. А Галлей из своих расчетов выявил, что предыдущие наблюдения различных комет соответствуют... То есть они происходят в определенной закономерности, в определенное время. То есть там примерно 47 лет. Можно рассчитать, когда ее следующий наступит. И он как раз и рассчитал, что это на самом деле были не разные тела, а одно тело. То есть он предположил таким образом, что это одна комета. Но, правда, он не дожил до следующего прилета кометы буквально несколько лет. Но, тем не менее, он является, будем так говорить, первым описателем и первооткрывателем этой кометы. То есть мы ее можем видеть, когда она находится в перигелии, когда она близко к Солнцу находится. И когда в следующий раз? В следующий раз, ну, вот Эвелина рассказывала, я не отслеживала. Мы тоже, видимо, не отслеживали. Лет через 40. Она недавно же была. Смотрите, а процесс таков, что траектория не может, да, измениться? То есть она, как он просчитал, так и будет всегда. И никто не может повлиять. Она не приближается к нам, нет? В смысле, приближается к нам. Она приближается либо к Солнцу, то есть когда она приближается к Солнцу, соответственно, она проходит мимо всех планет. Когда она уходит в облако Орта, это самый внешний радиус Солнечной системы. Путь ее один и тот же. Ну, примерно один и тот же. Значит, а различаться там могут периоды небольшое количество лет, то есть там от 45 до 49. В среднем там 46-47 лет. После рекламы вернемся. У нас есть еще пара тем интересных для обсуждения сегодня. Павел Хаснулинов в рубрике «Элементарно». Научный популяризатор, основатель проекта Science у нас в гостях снова. И про комету Галлеем разговаривали до рекламы. Можно еще один маленький вопрос по этому поводу? В трудах русских ученых это как-то... Отображалось? Отображалось, да. Ну, ее... Тоже за ней следили? Безусловно, ее описывали, но как бы... Но никто не был так близок, как Галлей Кракшин. Че-то пролетело. Ну, как бы в 1700-е годы, когда Галлей как раз работал, там русские ученые особо еще не блистали своими достижениями. Ну, я говорю, написали, что-то пролетело. Читала, как описывали на Руси ее, почему-то, что она как кровавая, она красная? Бывает. От чего это зависит? Зависит от того, как преломляется лучи через ее... Может быть белая, может быть красная. Нет, она голубая обычно. Голубая обычно. Круто. И надеюсь, что я доживу до следующей на кометы. Хочу посмотреть тебе. И следующее событие тоже 25 мая произошедшее, которое хочется обсудить сегодня, в 2008 году. Это было 10 лет сегодня с момента посадки аппарата «Феникс» на Марсе. Что это дало нам когда-то и что это дает нам посетить? Ну, фотки же были. Ну, ура! Фотки, да, были. Фоток было мало, но самое главное, чем аппарат... Аппарат «Феникс» был запущен в 2007 году, соответственно, 25 мая 2008 года он произвел успешную посадку на «Полюсе». Это был первый аппарат, который успешно приземлился на «Полюсе». И его основной целью было изучение возможности наличия жизни на Марсе. А конкретно он искал воду. И он это выяснил. То есть при пробы льда, которые он получил, оказались, что это пробы действительно льда и что это вода. То есть это не углекислый лед, а это вода. Вот. Ну, после этого он завершил программу и отключился. Батарейки сели. И в 2010 году, когда с орбитального зонда был снимок, они подтвердили, что он благополучно... Нет, ну он там, но он сломался. То есть он не выдержал... Его лед покрывал, естественно, когда намораживалась шапка. И в результате там солнечные батареи у него сломались. А помните, шуточные были картинки в интернете, когда он приземлился, что стоит, значит, этот аппарат «Феникс» снимает, а картинку держат два чужих. Это не «Феникс» был, это был Curiosity. А, да, ну вот, да, что якобы инопланетяне стоят, держат картинку, которую он передает на Землю, да, чтобы мы... А на самом деле там чужих, короче. Хорошо, про Марс мне, в принципе, тоже все понятно. Ну, он тоже до сих пор там? Ну да, он там, только он не работает. И почему его не забирают? А зачем его забирать? Он выполнил свою программу и... Красиво, мусор валяется на Марсе. Лен, ну, когда-нибудь, может, роботами заселим в Марс, тогда они приберутся. Ну, что-то собираемся. Кстати, да, мы собираемся пока что только на Луну, об этом тоже сейчас поговорим. А вот на Луну отправляли подобных или сейчас... На Луне очень много, на Луне очень много работает. Очень много, да? Да, и луноходов наших, советских было, и американских, соответственно. Вот сейчас китайский первый зонд на... Точнее, это даже мобильная станция будет на обратной стороне Луны. Вот сейчас она как раз туда улетела. Заполонили Луну, да, в общем? У нас есть интересный информационный повод об этом поговорить. Провели исследование, как и многие вот эти прекрасные роботы. Лунный грунт убивает клетки млекопитающих и влияет на ДНК. Это серьезная проблема для будущих колоний на Луне, вот выяснилось в этом исследовании. Действительно ли это так? Грунт, говорят, плохой для нас, мы там не выживем. Неужели у нас на Земле такой прекрасный грунт? Значит, здесь... В чем опасность? Суть вот в чем. Ну, во-первых, никто, я надеюсь, на Луне жить не собирается. Но об этом очень много говорится. Наконец-то хочется все-таки понять, полетим, не полетим. Те, кто действительно изучает межпланетные полеты, у них нет никаких сомнений, что не имеет никакого смысла вообще пилотируемые там делать высадку на Луне. Это как-то... Ну, это в свое время было актуально, когда гонка была лунная. А сейчас-то это уже не актуально. Но суть не в этом. У нас есть сейчас роботы, которые могут прекрасно справляться со всеми функциями. Так вот, суть в том, что лунный грунт, который находится, естественно, под открытым воздействием всех космических излучений и всего прочего, он действительно способен воздействовать на клетки живых организмов достаточно губительно. И то есть вот на мышах проводился эксперимент, в котором точно абсолютно... Причем симуляторами реголита лунного, то есть не оригиналом лунного грунта, а симуляторами реголита, которые такое же содержание химических элементов имеют, и радиационный состав, было показано, что эти песчинки лунного грунта, они воздействуют негативно на клетки нашего организма, они могут погибать. Ну, соответственно, эти исследования почему появились? Потому что американских астронавтов, которые возвращались... Появился чих, кашель, там что-то такое... Появились, да, симптомы какие-то, ну, то есть, а пыль оседала на скафандрах, а когда они внутри капсулы космического корабля скафандры снимали, то пыль оказывалась в воздухе. Вот таким образом. То есть у нас на Земле вот этого реголита нет? У нас реголит может появляться, но, во всяком случае, он уже в другом состоянии будет, потому что у нас есть атмосфера, он... Мы защищены атмосферой в этом деле. Ну, мы много чем защищены. Ну, это только проблема Луны, или это на любой планете там? Ну, Луна просто ближе всего к нам находится, и мы про это прекрасно знаем. На других планетах тоже, где атмосфера будет отсутствовать, скорее всего, такие же будут проблемы. В общем, все эти разговоры о том, чтобы нам колонизировать Марс, Луну, что-то еще, чтобы куда-то переселиться с землянами, это невозможно вообще? Это не невозможно, но пока говорить об этом рано. И нет технически особых возможностей, и самое главное, нет такой конкретной цели, чтобы переселяться куда-то. Ну, и... А потом чужие, губы в теле, ласкают. Ну, чихают и кашляют. Ну, люди от пыли на земле чихают и кашляют. Что такого? Ну, ты смотрела фильм «Чужие»? Ну, я не смотрела. Я еще хотел сказать, что вот исследователи Института медико-биологических проблем Российской Академии Наук изучали состояние тоже грузунов после орбитального полета в течение 37 дней и выявили, что соотношение белковых компонентов в клетках мышц миокарда, то есть сердечной мышцы и легких, они претерпевают изменения, когда перестает синтезироваться белок. Вот. И, соответственно, просто пребывание даже в космосе чревато уже тем, что происходит... Мутантами вернете. Не мутантами, а происходит дистрофия мышечной ткани, поэтому потом будет труднее просто адаптироваться к жизни обратно на Земле. Поэтому я говорю, что пилотируемая космонавтика, она нужна постольку-поскольку. И пока у нее особых перспектив на то, чтобы переселяться куда-то, нет. Хорошо, ну или менее понятно. Да, надо сказать про мероприятия. Да, про прекрасные мероприятия. Мы хотим пригласить вас всех на Ночь научных историй. Весна 2018, арт-паб на улице Терешковой, 12А, в 19.00. Ну там не только арт-паб, там будет несколько, это называется бар-хоппинг, там будет несколько пабов и баров. Кливери, в хики-баре, в камине, в скворечнике. С 19 часов найдите в интернете Ночь научных историй, регистрируйтесь. На интересующей площадке. 27 мая. А что примерно это за вещь? Там будут лекции, мастер-классы, что это? 15 ученых рассказывают о своих исследованиях и, соответственно, популярным образом объясняют те явления, которые окружают... Это наша рубрика, но разделенная на несколько мест. И можно будет задать вопросы, соответственно, после каждой из лекций. Лекции по 30 минут и 15 минут на вопросы. И можно будет менять площадки. То есть нужно только предварительно зарегистрироваться. Вот это да, это как в нашем музее, только на Ночь научная. И можно еще барочки позарисать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.